всем привет вы на канале наша жизнь в америке и сегодня у нас в лоб будет про работу потому что не потому что просто просто потому что когда мы начали вести канал мы начали вести его как говорится сегодняшнего дня и все что было пять лет назад она как-то очень потихоньку-потихоньку вылазит потому что ну просто не хватает время просто получается если начать рассказывать про прошлое то настоящего идет в прошлое если а если не рассказывать туда никто не узнал вот поэтому сегодня мы решили рассказать о том как я устроился на первую работу как я на нее попал как я работал но я думаю это будет многим интересно в общем по приезду в америку через пару дней мы с нашим другом поехали отдохнуть потому что ну так совпало что у них уже был запланирован отдых они ехали в палм спрингс и предложили нам потому что работы у нас не было жилья у нас не было social security number у нас не было у нас ничего не было а еще один интересный момент то что сутки в нашей гостинице которую мы снимали и то что и сутки в той гостинице отдыха на этих горячих источников по услуге 100 по услуге 100 родина поэтому как бы решили даже покупать да он говорит все равно вам сидеть тут гостиницы ждать типа без ссн ничего невозможно сделать жилье искать невозможно вы только приехали там типа первые дни туда-сюда уехали мы на второй день там нет на треть на где-то на третье на четверто это можно восстановить по календарю но это неважно в общем очень быстро уехали и говорит поехали чего какая разница вы будете или там или тут там хоть попаритесь вот и все мы недолго думая значит говорится в общем мы все свои вещи которые у нас были упаковали в машину уже машину мы на тот момент купили про машину расскажем потом и поехали в палом спрингс уже непосредственно в палом спрингсе наш друг созвонил со своим другом и устроил меня по-быстрому на работу на мудинг вот значит в принципе до отъезда я очень много изучал возможных вариантов работы делал выписки себе всякие подготавливал куда пойти как искать как резюме писать резюме по моему вот чтобы как его правильно написать чтобы куда-то устраиваться вот но во первых для всего нужны были документы ну и как-то и как-то мы рассчитывали что будем вообще одни в одном в этом большом огромном мире ну и так получилось что мой друг говорит типа иди пока туда пока ты будешь где-то что-то искать иди там поработать потому что говорит самое важное это найти первую работу а потом потихоньку-потихоньку все будет налаживаться устраиваться получите документы и прочее ну и все собственно мы решили чего сидеть надо идти вот и приехав с палом спрингса мы наверное на следующий день созвонились мы тогда с ними где-то мы стояли потому что я помню что я позвонил вот и мне значит мы будем его называть босс говорить значит у тебя должны быть черные шорты майку мы тебе дадим и типа купи какие-нибудь кроссовки деньги мы тебе отдадим меня так еще это все так ну нифига себе блин ну за кроссовки деньги отдадут майку дадут то есть прямо такое ну в общем-то не всегда в беларуси когда приходишь на работу тебе дают кроссовки и майку вот ну прикольно в общем я такое это самое ну и говорю а как куда ехать и он не говорит адрес вот я начинаю значит адрес записывать непонятные мне какие-то впереди цифры потом какая-то улица но общем все это все это впервые все как говорится никогда ничего не делал и мой друг говорит так это улица север или юг я такой вообще ничего не понимаю и даже не понимаю как у этого босса спросить он тогда взял телефон типа и начал там типа так где это что это тут тоже в каком-то замешательстве потому что он видимо по простому всем давал в общем почему я так подробно рассказываю потому что ну действительно это было все впервые это все было непонятно и потом я сталкивался с тем что когда другие какие-то люди приезжали на работу они приезжали не на работу совсем в другое место причем они ездили не на машине на метро и начинали рассказывать я на такой ветки а типа чего ты на синие ветки ты должен быть на красный поэтому ну слава богу у меня этот момент прошел безболезненно в общем записал я четко адрес и на следующий день не я не помню кстати там не ксимина рассказали в общем это надо было ехать рано надо было выехать мне где-то за час как минимум вдруг мне еще пытался накануне дать свои шорты черные ну потому что он же весь разговор слышал его шорты мне немножко не подошли в общем нарядно собрался оделся кроссовки у меня были покупать не надо было и рано утречком я поехал на работу сразу забегая вперед скажу что за кроссовки деньги я так и не получил потому что ну как-то мне неудобно было так блин думаю я ж не покупал в принципе все очень охотно брали там по 20 или по 30 долларов наверно вот ну что приехал я как я вам сказал уже эта работа должна была быть и было moving приехал я на большую базу впоследствии я узнал что это будем говорить так так это что у нас была компания компания ABC на тот момент это было очень крупная одна наверное из крупнейших в лос-анджелесе и вообще она имела очень много подразделений по калифорнии они планировали другие штаты расходиться но это уже другая история вот приехал в общем большая парковка за забором какие-то машинки как обычно в америке вдоль бордюров стоят нигде никого нету закрытые ворота на эту парковку ну я остановился такой туда-сюда стою там поставиваю лицом торгую вот постоял короче около этих ворот нигде никого нету ничего тишина какая-то а еще что интересное было короче этот босс говорит такой по телефону да конечно типа отлично нам на завтра нужен человек вообще типа человеков там не хватает давай короче приходи на у него свой специфический акцент потому что он я даже и не знаю как точно сказать все я я знал но я не запомнил в общем он был из будем так говорить с постсоветского пространства из наших русских но это был или под скорее всего наверное успех в общем основная боссом боссом боссов боссом все это и бисе был узбек вот и в общем там были вот восточные более национальности скажем большинстве в своем от него отпочковывались его браты сваты и прочее скажем так ну там родственники знакомые создавали свои маленькие компании это я тоже заскать его вперед потом расскажу так вот накануне мне этот босс говорит все типа так человек нужен там туда-сюда там вообще отлично красавчик и все я короче приехал красавчик никого нету блин но я конечно приехал наверно за полчаса раньше потому что но я ж не знаю как трафик там как туда-сюда вдруг не мой говорит выезжай пораньше потому что будет трафик там тоже чтоб не опоздал по-моему я за час выехал и приперся за за полчаса раньше потому что ну как раз в это время трафика нету то есть по фриве все быстренько вот постоял-постоял блин никого нету что делать думаю думаю пойду похожу вокруг парковки ты посмотрю что почем захожу за а там муверов как муравьев около других ворот все-таки в красных майках по-моему тогда были все такие в красных майках блин такие что-то там тусуются с рюкзачками между собой я такой блин одинокий никого не знаю вот ну постоял-постоял не посмотрел типа не особо так не приняли но я особо и не вливался думаю ладно разберемся пошел к своей машине к тем воротам где стоял вот и вот уже где-то через полчаса или может минут через сорок начали открывать ворота на хиле там кто-то где-то чего-то появляться в общем по факту наверное где-то с боссом я увиделся только через час вот потом пока типа вы туда поедете вы сюда поедете там пятое-десятое раздача этих работ там еще время какое-то протянулось ну в результате в результате я был определен где куда с кем поеду уже не помню выдали мне майку в первый день или не выдали в общем получилось что в первый же день я поехал на большой дом мы поехали на двух траках потому что в основном работы бывают так едет один трак водитель он же форман называется и с ним хелпер это то есть такой как я два человека или один водитель форман 2 хелпера это если работа побольше ну а мы ехали совсем на какую-то большую работу потому что отправили два трака я уже не вспомню сколько хелперов было под потому что наверно было их человек пять или шесть потому что я по-моему на своей машине едут люди не помнишь я не говорю на свой нара именно не то что на работу на базу я ехал на машине а я ехал за траками потому что в трак обычно садится три человека максимум по моему бывают с тремя сиденьями но это я могу путаться вот и так как многие ребята приезжают у которых нет машин там кто-то на метро кто-то на велосипеде приезжать кто-то рядом живет пешком приходит вот и в связи с тем что у меня была машина что я мог ехать за траком в общем меня определили что я поеду как на своей машине мелочи приятно как говорится вся эта дорога оплачивается боссом он дает деньги на бензин кроме того что вы зарабатываете он оплачивает бензин за то что вы едете на своем транспорте ну в общем мне как-то на своем транспорте было и даже и комфортнее я познакомился с ребятами с кем должен был работать вот мы сели и поехали сколько там скажем комнат было в этом доме я уже не помню я помню что мы загрузили два полных трака вот и хорошо помню вечер когда мы приехали уже темно а это было это было лето это был еще еще народ не сентябрь да это был конец августа самый конец и вот уже скажем так представьте лето когда еще вечером должно быть светло у нас уже стемнело мы все еще это выносим все еще там что-то грузим помню по моему какие-то болты там от кровати потерялись куда-то дело в том что в общем в обязанность мувинга муверов входит что полностью вынести дом и полностью его внести внести можно опять же в дом внести можно в апартаменты внести можно в сторож вот но смысл в том что все выносится целиком но если это кровать например двухспальная то ее целиком вынести невозможно ее надо разбирать и вот кто-то из главных там из форманов кто занимался разборкой кровати разобрал болты куда-то сунул приехали эту кровать собирать блин болтов нету начали их искать там в общем заморочки из бочки были по полной программе в результате у меня сел телефон я сейчас я расскажу как я даже рада его возвращение время уже ближе к 12 уже бы и марине позвонить и в общем я понимаю что она волнуется и не волнуется это очень как бы так мягко описаны чувства потому что в итоге где-то в половине первого ближе к 12 еду начала думать позвонить вот нашему этому совместному другу но зная его характер я думаю что было бы поднята как-то на поиски у нас у друга специфический специфический интересный классный характер и к нему можно вот как в 911 звонишь он решает все проблемы вроде как и неудобняк вроде и то и сё и серёжа звоню сама себя успокаиваю думаю блин наверно сто процентов села батарея наверно да может быть в общем детиш уже успешно спали а я от нервов как бы спать не могу и начало генеральную уборку номера потому что я не знала что делать и в общем мне было очень тяжело прям как минут эти тянулись вот и что значит получается интересное что работал я про не практически а в общем то я вот сейчас пытаюсь вспомнить мне почему-то кажется что что я тогда совсем рядом с домом был почему мне надо было на базу ехать может я уже что-то путаю ну в общем смысл в том что закончили мы очень поздно и домой я наверно приперся уже где-то ближе к часу мне кажется потому что в час я начала мне кажется я вот почему-то себе как-то считал что если бы там что-то у меня как-то было по часам посмотрено и я думала что в два часа я буду все-таки звонить уже и тут я такой герой в общем успешно вернулся уставший заработавший баблище я вернулся до следующий день тебе по-моему не нужно было на работу и мы пошли эту первую зарплату прогуливать помнишь не вот это я вообще не помню да и тогда какая-то там даже что мне деньги сразу дали ради серёж ну на какой-то может я помню что и вы какие-то деньги ты принес и мы на следующий день пошли их тратить прожигать бабло не назови наверное я все-таки в следующий день еще поехал на работу а куда мы пошли тратить я помню что мы ходили в какой-то магазин потом в бобдональдс после этого и это именно было связано то что деньги первые деньги в америке первая зарплата это вообще очень быстро грубо говоря вот вчера ты сходил на работу сегодня поэтому кто сейчас смотрит наш канал кто смотрит это видео собирается ехать в америку заводите сразу канал потом будет что вспомнить вот ну или по крайней мере пишите побольше видео для себя потому что ну вот заведя канал опять же мы поняли что хоть мы и записывали видео но мы как-то по большому счету почему-то больше фотографировались да потому что на тот момент я все время фотографировались я же держу очень тесную так сказать видео связь и фото связь с бабушкой и бабушки отсыралась по 170 фотографий за день вот я больше была сосредоточена на фото в общем фотографии как-то много а вот видео они какие-то короткие опять же снимали их короткими чтобы отправить можно было через мессенджеры длинные видео тогда не отправлялись и непонятно чем это все сразу же уехал на работу мы пошли гулять в парк парк мне этот показан опять же нас наш друг давать прогуляции такой вечером ну типа вот так вот так запомнил все пойдешь детьми гулять парк на то минута запомнил и в общем теперь я понимаю что я квартала 3 маханула чтобы по кругу к нему подойти и мне было очень грустно в первый день в парке на самом деле дети играли а я чего-то прибилась под дерево стоит такая за ними наблюдали мне как-то настолько у серёжа на работе я одна из парки вокруг все какие-то и знакомые как многие говорят злые такие морды смотрят на тебя все что-то высматривают на самом же деле не злые нет а потом я говорю что вообще как-то дети начали с какими-то детьми там чего-то играть вот как они могут играть не понимают играть начали и все и как-то как-то заигрались ну в общем тут версии наши расходятся маришка говорит что мы сошли в облище тратить но я думаю я думаю вряд ли потому что не 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 зайка наверно мы пошли в другой день что-то тратить вот я помню что я говорил вот мой типа первый чек в америке но это уже было в другом месте и чек мы не могли пойти потому что его надо было ложить на счет короче все надо записывать на видео ну ладно суть не в этом деньги я думаю что все-таки вряд ли могли мне дать потому что деньги выдавал босс обычно значит форма ну дали команду ну в общем это не важно мне кажется что я поехал на работу ну или там через день я поехал вот в общем так вот закрутилась и я начал ездить немножко на работу почему немножко сейчас объясню это был как раз конец месяца в мувинге конец месяца как говорится на английском языке это бизи все на парковке говорили ну все бизи бизи конец месяца это бизи типа это много работы значит это значит большая загрузка и бла-бла-бла вот ну вот началось это бизи я поездил на работу значит немножко работе принят я был хелпером то есть помощником ездил я обычно в составе типа форман и плюс таких как я двое или таких как я трое или один ну в общем надо очень не единия подожди подожди это не забегай вперед нормально я поработал в общем мне как хелперу дали зарплату 12 долларов в час чаевые сюда не входят то есть если дает клиент чаевые значит это твои чаевые и есть еще такая интересная фишка по крайней мере там на нашей площадке так было если расстояние между точкой погрузки и точкой выгрузки больше 45 минут то клиент тогда оплачивает дабл драйв тайм это значит что все время которое мы едем клиент оплачивает нам ну вернее он оплачивает боссу а босс нам платит так как мы зарабатываем в час вот поэтому такие работы были классные когда надо проехать между точками большое расстояние как будто сейчас едешь на америку смотришь а тебе еще и деньги идут в общем это было весело работа в принципе мне понравилось тем что но это было очень интересно мы приехали мы америку не видели мы ее не знали мы тут не были туристами тут получается мало того что ты куда-то отъезжаешь от того места где ты начал жить ты видишь все впервые видишь тебе это все так интересно вот то еще и к людям в дома заходишь смотришь как они живут как дом устроен какая планировка какая мебель ну то есть мне это нравилось это было забавно парень я не хилые здоровье вот в общем работать мог на этой работе что интересно что в общем мебель она достаточно легкая вот ну разные дома бывали бывали дома с икеевской мебелью бывали дома с дорогой мебелью но по большому счету вся мебель достаточно легкая самое тяжелое что может быть это холодильник вот тяжелый может быть диван в том плане что он может быть не тяжелый а громоздкий тогда его тяжело через дверь протолкать очень редко бывают шкафы это просто ну я не знаю одна работа из ста может быть со шкафом потому что шкафы всегда встроенные в америке в апартаментах в домах вот поэтому это уже очень эксклюзивные такие вещи там я не знаю каких-то может быть богатых товарищей может быть какой-то шкаф из дерева вот какая особенность и специфика еще этой работы было ну что иногда иногда надо было складывать все вплоть до посуды до ложек до вилок то есть вот скажем так клиент заказывает перевозку и он не делает ничего вплоть до того что не постельное белье не убирает ничего вот он говорит вот типа все 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 вот это например вот этот вот стол не трогайте он идет там например на выброс там или еще что-то а все остальное убирайте и в общем ну мне так как-то не очень это нравилось работа складывать тарелки там перекладывать их бумажками чтобы они не побились но с другой стороны эта работа получалась долго из-за нее тоже неплохо платили получается ты стоишь складываешь это все тебе идет 12 долларов в час вот оформлены на то время получали 14 долларов в час ну и вот так это закрутилась замутилась я какое-то время поработал а потом на работу перестали звать оказывается кончилось бизи начался новый месяц а специфика опять же мувинга такая что все в основном но не ну как не все все нельзя сказать наверное наверно процентов 90 американцев переезжает в конце месяца связано это с тем что заключаются и расторгаются договора аренды все договора аренды привязываются к первому числу так же было и с нами но у нас договор сразу был написан с 6 числа и буквально через несколько месяцев нам пересчитали мы не доплатили и у нас опять же договор стал на первое число поэтому в связи с тем что переезды связаны с концом месяца на конец месяца на вторую половину попадает всегда больше всего работы тогда может получиться так что в один день одна команда будем так говорить может сделать две а даже и три работы если они маленькие но иногда бывают маленькие работы там например человек выезжает из однобедрумной апартамента или например там из сингла там из студии у него может быть мало вещей завести может быть надо вообще не в апартамент а в сторож то есть приехал быстренько это ну скажем так скинул потому что не надо никуда не заносить по коридорам ничего не расставлять вот поэтому иногда получалось сделать две-три работы соответственно рабочий день получается ненормированный платят за отработанные часы если между работами ждешь тебе никто не платит пока на работу едешь тебе никто не платит и когда с работы возвращаешься тебе тоже никто не платит единственное что я говорю если между погрузкой и выгрузкой больше часа то вот это вот время оплачивается это прикольно вот чаевые давали разные некоторые давали аж два доллара на команду некоторые давали 200 долларов ну в среднем так можно сказать более менее часто и регулярно получалось где-то от десяти до сорока долларов это такие вот ну скажем стандартные чаевые иногда бывали чаевые посадки и даже больше то есть это тогда вообще какой-то праздник был то есть чаевыми иногда можно было заработать больше чем ты заработал на собственно часами ну что еще рассказать про специфику работы те кого перевозили обедом а да было такое и достаточно часто то есть всегда ну будем говорить американцы то есть национальности это много переезжает ну как мы все русские так тут все американцы поэтому будем говорить так всегда предлагают воду я как раз начал работать в такой сезон конец лета осень это очень жаркая пора у нас и как мы уже говорили кто смотрел наши влоги те уже поняли что вот первые четыре года они в принципе были аномально жаркими из тех что мы прожили здесь у нас тут первая такая холодная зима и в общем то поэтому когда ты работаешь физически достаточно много потребляет жидкости вот и что интересно что в беларуси я воду вообще как бы не любил пить то здесь ее начал очень активно пить и очень она хорошо начала мне заходить вот поэтому значит вернемся к нашим к заказчикам они постоянно предлагали воду и очень часто кормили обедом особенно когда работы затягивались то есть если одна работа большая с утра до вечера вот они достаточно часто и регулярно и сами предлагали там купить пиццу или еще что-то заказать иногда это даже было не пицца а какие-нибудь обеды полноценные есть такие у нас кафешки пола лока потом панда экспресс то есть оттуда вообще приходит такая пластиковая коробочка или мисочка там прямо салатом с нормальным гарниром вот они давали нам такие обеды покупали я регулярно с собой сам с собой кубрал потому что ну во первых я только начал работать во вторых тратить на обед даже от 5 до 10 долларов я считал не целесообразным потому что ну за 10 долларов может кормиться наша семья если ходить в магазины и покупать нормальные продукты готовить вот а маришка у нас готовит она мне собирала бутерброды постоянно регулярно там я брал с собой еще водичку я брал с собой кофе ну в общем есть такие сумочки специальные которые либо сохраняют либо холодный либо горячий продукт вот и я брал такие с собой очки с собой что еще майку мне выдали несколько да ну сначала это была одна майка вот я такой был товарищ неопытный там и когда и спросить неудобно там из-за кроссовки деньги не получил да нашел свои кроссовки которые были куплены в беларуси за сколько долларов за 30 за 150 наверное да ребок там у меня такой так я же говорю 130 150 долларов это был ребок ну который уже поносился в беларуси ну и в общем судьба его было работать на мувинге вот со временем да добавилось пару майок потому что ну пришлось подойти и сказать боссу что нельзя майку давай да потому что майку стирать вон она надо она не сохнет до утра вот потому что да жарко и ты начинаешь работать начинаешь потеть и в общем то на следующий день идти в этой майке как бы уже не модно и не молодежно вот потихонечку так сказать оброс майками ну что еще а ну можно рассказать еще про эту площадку значит это была большая компания ABC у которой был один большой босс и да и от этого битбосса отпочковывались другие маленькие боссы вот собственно вот собственно да к такому под боссу я тоже и попал вот смысл был в чем что как я сказал в начале это были какие-то там брат сват то есть семейные узы какие-то традиционные там и прочее и вот они сами даже некоторые многие из них поработав немножко муверами становились такими боссами покупали трак 2-3 и уже начинали получать заказы перекупать заказы у своего главного брать себе команду и вот с этой командой работать как говорится быстро сказка сказывается но не быстро дело делается в общем на этом рассказ не закончен потому как я только рассказал какую-то маленькую часть как я чуть-чуть устроился как чуть-чуть начал работать продолжение будет в следующем видео в этом я хочу подвести итог следующий и ну как дать кому-то совет кому-то может быть уверенность для тех кто не гнушается работы вот значит работу в мувинге найти можно это не будет проблемой если вы приедете в нашу эрию я думаю что смогу помочь вам вот работать можно работа это не тяжелая но и не буду так сказать одевать на вас розовые очки бывают и тяжелые моменты бывает тяжело почему например может быть очень тяжелый скажем как тяжелый большой дом который далеко едет поэтому вы например на работу приезжаете к 7 часам утра час едете а то и полтора и два можно ехать до этого дома потом его два часа еще везти выгружать и в результате вы на базу можете вернуться в два часа ночи то есть день рабочий день может растянуться и затянуться это первое второе что какие бы вещи легкими не были но это мувинг это перевозка это значит что может получиться так что могут попасть и тяжелые вещи может попасть так что будет например апартамент без лифта или в каком-нибудь труднодоступном месте то есть это может быть лестница это может быть лестницы это могут быть узкие лестницы это может попасть дверь узкая с узким коридором и в нее надо будет втолкать что-то были такие конечно случаи когда мы не могли внести диван из-за того что он не проходил по габаритам и в общем заказчик расстраивался там и прочее ну в результате такой диван ехал в партинг или еще там куда-нибудь куда уже хозяин скажет как говорится вот в общем это физическая работа которую можно делать на которой люди работают на которой люди зарабатывают хорошие деньги из которой некоторые делают свой бизнес ну вот такой вот небольшой итог задавайте вопросы потому что скоро я буду записывать вторую часть как я продолжал искать эту работу дальше как я рос профессионально ну вот я и говорю что искал работу дальше я менял несколько компаний вот ну в общем какое у меня было движение по этой работе как я из нее вышел это будет в следующих видео и поэтому если вы будете активно комментировать я смогу активно ответить на ваши вопросы в следующих видео а пока пока спасибо тем кто послушал спасибо за интерес если вы интересуетесь я как я сказал могу вам помочь ставьте лайки задавайте вопросы подписывайтесь на канал подписка 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 открыта ограничений не имеет всем хорошего настроения и хорошего дня пока пока бай бай что это же делать